Глава Крыма 2020 год объявил годом ветеранского футбола и тему мы эту обсудим уже с нашим гостем. У нас в гостях Юрий Витоха, президент некоммерческой организации Крымский футбольный союз. Скажите, пожалуйста, доброе утро, во-первых, Юрий Александрович, а во-вторых, скажите, пожалуйста, а что такое ветеранский футбол? Ну, наверное, как и любая игра, у каждой игры есть ветераны. Это те, в первую очередь, футболисты, которые закончили играть, это наши прославленные, то есть футболисты, которые все равно остаются в этой игре, все равно нас радуют. И вот это и есть ветеранский футбол. Плюс, конечно же, огромное количество тех мужчин, которые в свое время не смогли себе реализовать по каким-то разным причинам. И вот сейчас они также приходят, также участвуют и радуют всех. Ну и самое главное, это пример для мальчишек. Мы всегда говорим, когда маленькие ребята видят родителей, дедушек на футбольном поле, то им тоже хочется подражать, им хочется также заниматься. И это очень, ну, скажем, важный пример вот этого поколения, которое смотрит, ну, и здоровый образ жизни. Мы все понимаем, что для каждого из нас вот этот пример, он важен, потому что где-то не лежишь в постели, не какие-то делами другими занимаешься, а здоровый. И самое главное, вот именно этот динамический образ жизни проводишь. И для детей это тоже очень важно. Ну, в принципе, это явление на сколько распространено в Крыму у нас? Вы знаете, в первую очередь, конечно же, вот последнее время в наше, там мы говорим, украинское, да, и постукраинское время, оно было завязано на спортивных сооружениях. То есть их катастрофически нам не хватает, и, соответственно, с каждым годом это становилось все меньше и меньше. Вот сейчас мы видим за последних пять лет, вы знаете, мы уже даже со счета сбились маленьким площадкам во дворах, в парках, в школах. И как грибы растут вот эти школы, вот те желающие школы именно маленького футбола, те команды. И сейчас очень популярен 8 на 8 в мое время, когда я занимался футболом. А что это? Извините, я просто... В футбол смысле 8 игроков на 8 игроков, да? Да, да, 7 плюс 1, то есть, как мы говорим, один вратарь и 7 полевых игроков на половинку поле. Потому что для ветеранов и для ребят сложно собрать 11 на 11 классический, ну и, соответственно, не хватает больших футбольных полей. А вот площадка где-то 60 на 40, она доступна, это практически в каждой школе, и, соответственно, погонять вечером, где есть освещение, это вот то, к чему мы стремились в футбольной общественности, как можно больше вовлечь в футбол. Ну и, соответственно, от количества будет и качество. Ну и скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, ну, бег же гаджет все-таки, и насколько популярен футбол, да, среди ребят, когда они в основном привыкли, что вот телефон это их все? Знаете, читал статистику, и, ну, наверное, ни для кого не стоит, что футбол самый массовый, самый популярный вид спорта, в первую очередь, среди болельщиков. Так вот, 4 миллиарда людей каким-то образом имеют отношение в футбол. Кто-то смотрит, кто-то играет, кто-то просто увлекается, но все равно считает себя болельщиком. Так вот, это огромная армия футбола, и, соответственно, где-то какое-то количество играют в футбол. И вот гаджеты, которые говорят, вы знаете, про них забываешь, да, то есть, когда ты выходишь на футбольное поле или на спортивную площадку, да, то есть ты просто, ну, физически о ней забываешь, и, соответственно, вот здесь мы должны, футбольная общественность, как можно больше и органы власти создать условий для ребят, да, то есть вот эти доступные площадки в первую очередь. Ну, и, конечно же, те, ну, наверное, в какой-то степени, наверное, вот подбираю слово правильно, да, людей, которые верят в футбол, живут им, вот они должны заманить этого человека, а потом делать техники, потому что очень тяжело потом не играть в футбол, потому что, ну, футбол играют все, футбол понимают все, от домохозяйки до любого мужчины. Юрий, вот год, получается, ветеранского футбола, наверняка и запонировали сегодня, ну, не сегодня, а вот на протяжении 12 месяцев какие-то мероприятия и будут соревнования. А что у нас такое крутое пройдет в течение года? Смотрите, вот сегодня, буквально вчера, глава республики объявил, да, то есть для чего это делается? Ну, скажу опять же честно, чтобы все помогали нам, футбольным, общественностью, то есть каждый чиновник, который в силу там своей занятости вспомнил, что глава объявил год ветеранского футбола и по сильным любым способам помогал. Значит, организационный комитет мы уже создали. До 1 марта мы промониторим, создадим группу рабочую, которая проедет по всем нашим территориям, потому что у нас 26 детских школ и, соответственно, 26-28 организаций, которые так или иначе относятся к футболу. Это районные, городские федерации. Посмотрим, кто готов и проведем самый массовый, большой футбольный турнир. Сначала, как мы говорим, в зонах, то есть в регионах, в маленьких городах, селах и потом соберем все вместе, и уже эта кульминация будет. Постараемся так сделать до лета. Ну и, во-первых, это чествование, я уже говорил, это отдать дань уважения нашим тем ветеранам прославленные, которые будут. И они тоже хотят, чтобы быть участными, сопричастными именно к футболу. Так что вот такие планы. Как вы думаете, сколько было бы замечательно сформировать, допустим, команд? Может быть, по возрастным категориям? А у нас так и было всегда, потому что очень сложно. Есть 35+, есть 45+, есть 55+. Вот в этих трех категориях, как правило, будем и проводить соревнования. Ну, самое массовое, конечно же, это 45+, потому что это тот возраст, когда доступно все еще, и ты просто вот выходишь на поле. Иногда, конечно, организм чуть-чуть дает сбой и говорит, слушай, ну ты чуть-чуть все-таки потише, потому как голова, ну, может, а, к сожалению, организм уже не может участвовать в соревновании так, как это было, ну, скажем, в 30 лет. И вот здесь разница очень огромная на себе. Вспоминая, когда 35 и 45, вроде кажется, там каких-то 5-7 лет, но это ощутимо. А дальше уже опять же, чтобы, как и в детском футболе, чтобы мы могли быть, ну, какой-то соревновательным, потому что он присутствует все равно. Ну, только двигатель, мне кажется, в любом случае, имена жажда победы в игре. Ну, конечно, здорово поддерживать просто себя в физической форме, в хорошей, но победить всегда приятнее. А вы вот, ну, как я понял, играете сейчас, у вас есть вся команда, могли бы пару слов про него сказать? Да, я больше играю, то есть, как являюсь депутатом и в Евпатории, и больше там нахожусь, и там также играю за команду ветеран и арена Крым. Так что приглашаем Евпаторию, потому что я буду участвовать там, это зона, и, скажем, там поучаствовать. И опять же, вот еще раз повторюсь, где есть спортивные сооружения, там однозначно очень много команд. Сегодня у нас лидеры – это Ялта, это Евпатория, это же, конечно же, Симферополь. Ну, вот в первую очередь большие города, где, соответственно, и скопление народа, и те прославленные, еще раз повторюсь, наши ветераны, которые мы помним, знаем и любим, и они всегда с нами. Юрий, спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Желаю вам спортивных успехов, да и не только.